В тьме ночной при свете дня финалка радует меня. Уверен, что и в вас, дорогие друзья. Это Final Fantasy X и это часть номер 20 в нашем 100% прохождении. Мы недалеко от начала. Это хорошо, потому что значит, что впереди еще очень много интересного. Снова стал доступен турнир, кстати. Я поиграл в лиге. Я так понял, что турниры, они после нескольких игр в лиге становятся доступны. Но сыграем немного позже. Как я и говорил, сейчас мы с вами двинемся дальше по сюжету. Я немного прокачался. Начнем мы эту часть с того, что распределим умения в сетке сфер. Давайте это сделаем. Лулу у нас вот первая на очереди. Так. Посмотрим, что мы уже прошли. У Лулу не было пока. Нет, все-таки у Лулу как раз да, был пока вот тут один замочек. Но мы пошли дальше. Значит, идем пока что дальше. Увеличили на 2 защиту. Увеличили количество маны на 20 единиц. Переходим на следующий круг. Так. Магическую защиту увеличили. И уклонение на 2. Дальше. О, вот сюда можно зайти. Класс. У нас как раз хватит для этого шагов. Ну давайте сначала вот эти две возьмем способности. Магия на 4. И магическая защита на 2. А теперь двинемся вот сюда. И тут аж 3. Это хорошо. Аж 3 сферы с улучшениями возьмем. Еще плюс 200 жизней. Плюс 2 защиты. И точность на 2 единицы. Так, теперь у нас остается сколько там очков передвижения. Вот так вот. Как раз по максимуму. И еще сможем даже ловкость поднять. Когда у нее там будут уже следующие магии. Вот это что такое? О, био. Это био. Ну почти добрались. До ядовитого каста. Дальше. Смотрите здесь сколько замков третьего уровня. Потом четвертого. А что здесь такое супер крутое, что сюда столько замков? Ну защита. Понятно. Атака. Способность воровство гилей. Неужели это настолько крутая способность? И как-то так нетипично, что Лулу, маг, темный маг будет заниматься воровством гилей. Видимо, наверное, это нужно будет отложить и пока что двигаться туда. Но посмотрим. Посмотрим. Тидус. У Тидуса тоже был один момент с замочком. Так, ну ладно. Даже не один. Вот тут еще. Где мы сейчас находимся, Тидус? Вот здесь, да? Окей. Двигаемся вперед. Умение изучает способность замедления. Замедление это хорошая вещь, например, в битве с боссами. Так, двигаемся дальше. Еще дальше. Тут у нас точность и энергия. дальше уже следующий круг и здесь есть замок третьего уровня. Окей. Юна. Она еще так юна. У Юны замочков не было по пути, но вот он замочек четвертого уровня. И тут как бы если мы пойдем вот так, то тут тоже упремся в замок. То есть это чтобы взять вот это и вот это нужно еще вот сюда можно пройти. Но в принципе мы можем пройти вот так и остановиться. Но когда опять же будет у нас замок четвертого уровня я не знаю. что тут дальше ладно. Ну давайте действительно немного продвинемся. Вот сюда. Супер. Так дальше можно сюда. Обучает способности лечения 2. Круто. Мы можем еще пройти на одну вот сюда чтобы взять ману. Но у нас никогда не было проблем у маны у юны с маной. Так что хватит. Теперь Аурон. У Аурона аж 19. Он к нам попозже присоединился. Аж 19 очков движения. Будем сейчас очень много ему учить. Так. Можно в принципе сразу сюда идти. Аурон изучает способность разрушитель магии. Так же ловкость и еще плюс 200 жизней. О там есть ответвление вот в него и пойдем. Я люблю такие штуки. Вообще это система сфер грид довольно интересная. Так тут все забрали. И дальше вот сюда. прям у него много пустых. Может что-то взять заполнить. Давайте продвинемся наверное и попробуем сюда что-то в жизни нет. А вот силы сферу я бы ему сюда впилил честно говоря он у нас классный дамагер физический давайте поставим сюда сферу силы вот так сила плюс 4 отлично ее еще надо изучить да супер вака так еще получим умение для ваки но но мы прям тут умениями обросли немного взяли лечение 2 взяли для тидуса умения для урона умения сейчас для ваки возьмем вака изучает способность мастер тьмы так 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 вообще можно конечно вот сюда вернуться да это как вот так почему занимает всего 3 а я понял потому что вот эти штуки всего 3 так вот тут у меня вопрос может быть действительно вернуться а что у него здесь сила на одну единицу сила на две и ловкость так или пойти дальше а дальше у нас здесь замок третьего уровня но можно еще двинуться сюда пойти либо вот сюда вот здесь кстати взять две штуковины и отправиться вот сюда да наверное я пойду дальше давайте пройдем еще способности сушения взяли р да как и так прият так и так 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 нет меню пока не надо еще есть кемари и море тут все довольно интересно мы можем пойти и открыть ему вот эту большую сферу можно заглянуть еще вот сюда вот это вот все выучить это все-таки походу и потом пойти туда давайте так и сделаем до перемещусь к я вот сюда теперь вот сюда вот кемари мы сейчас прям серьезно забустим откуда мы начали отсюда да то есть мы могли что пойти вот так а я решил пойти сюда видимо да у него прям очень много путей вначале доступно окей так ладно двигаемся тогда сюда начинаем тут все учить сила есть жизни есть мана также можно в общем-то вернуться к истокам и посмотреть что это даст если мы пойдем сюда наверх то попадем тут в большую сферу тут уме немного вот это вот это и в итоге мы прибудем кстати тоже у него разветвление можно сюда пойти можно сюда кемари такой интересный персонаж а если сюда так жизни здесь мы тоже сможем замок вскрыть как и здесь собственно как и здесь как и здесь тут выбирай что хочешь как мир по ну тогда вернуть мне не надо так ну ладно пойду наверх как и здесь открываем это спокойно Дальше Кемори изучает способность побег Сейчас еще какая-то способность нас ждет Так, вытягиватель скорости Кемори 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 и двинулись наши герои уже верхом на чокобо дальше тут надо будет еще потом пройти пешком посмотреть какие монстры встречаются я вижу сундук там и но пока пока на чокобо это что такое желтая ухты вау чокобо доставил вас прямо к сундуку огненное копье как элегантно он открыл сундук своей лапой то есть смотрите вот такая желтая штука что это какое-то перо чокобо прям на дороге лежит учебник альпхед том 9 забираем тайные языка альпхед приоткрыты о это и я пойду внимательно посмотрю не было ли там еще вот таких вот видите желтых штуковин да вот на них он совершает прыжок не так мы можем достичь кое-каких сундуков давайте поверим вот там был сундук может быть он также достается вот тут но либо кто с другой дороги нужно прыгать не тут вроде нет таких желтых перышков хочется попасть еще к тема ребятам на чокобо там развлекаются большое спасибо за слова которые вы мне сказали вчера ну да мы заверили ее что все получится счастливого пути сейф спасибо классно что можно сундуки брать на чокобо мы тоже крестоносцы и у нас много работы я слежу за тем чтобы вещи крестоносцев были чистыми а я доставляю еду солдатам в общем дел по горло операция скоро начнется гражданским лучше уйти а что если мы не справимся тогда сильно слопает мама сказала что он есть тех кто плохо работает ой ой великий мейстер тоже здесь так что нам надо стараться сеймуру здесь капитана люсили и эльма уже должны были вернуться почему эльма так задерживается вам придется оставить что-то бы здесь но уже слезайте погодите я еще хотел посмотреть может быть здесь где-то можно попрыгать на нем вот сюда например пойдя и чем не теперь опять косарь платить ну ладно давайте пока просто поговорим со всеми хочешь я научу тебя управлять чокобо я уже умею пожалуйста соблюдай осторожность когда научи ну понятно да сколько раз тебе повторять я призыватель простите мэм никаких исключений ты смеешь препятствовать паломничество призывателя простите мэм никаких исключений бесполезно так дона здесь и братела с ней дорога вдоль грибовидных скал закрыта до завершения миссии для всех кто не участвует в операции крестоносцев приносим извинения за неудобства причиненные перекрытием дороги мы и пала джайс в день газа и лузу докладываю сэр это последняя приманка хорошо что вы с нами проходите покажешь как-нибудь как брать в лицбол или здесь мы два счета победим сина я еще хочу поговорить с доной это вы как видишь даже призыватели не пропускают через зацепление но в итоге за помощью обратятся именно к нам вот увидишь а я тем временем вздремну о Бартелло Бартелло ты идешь? интересно что было бы если бы мы попробовали поговорить вначале с Брателлой и мы сейчас то попробуем мы здесь сохранимся но давайте проверим действительно интересно так Бартелло качественный поэтому с ним хочется поговорить сделаем вот так сейчас возьмем Чоку так сделаем вот так сейчас И, кстати, вроде бы, как наш Чокобот там стоял, то есть тысячу мне платить не придется опять, и это нормально. Так. Брателло. Как много... Извините, мэр. Ты дарин. Извините, мэр. О, это ты. Просто посмотрел на нас, повернулся к своей госпоже и... Начался разговор с ней. Окей. О, Бартелло. Бартелло немногословен. Но их дуэт, безусловно, доставляет. Так, продолжаем. Вот, возьмем тут сундук. Я его уже взял. Просто там увидел. И... Давайте... Сходим сначала сюда. Вот мы попали в это место. Что ты делаешь на нижней дороге? Ну, я... Понятно. Путь Минихен заканчивается к северу отсюда. Однако мы оцепили всю местность на время проведения операции. Если вам нужно пройти дальше по дороге, обратитесь к капитану. Чтобы припасть на новую дорогу, вам нужно вернуться к месту, где заканчивается путь Минихен. Это к северу отсюда. Как нужно к вам наверх зайти? Я тоже хочу попрыгать и поговорить со всеми. Может, есть где-то перышко? Но вот тут никак не получается пока, друзья. Пускаться на старую дорогу было плохой идеей. Здесь нет покупателей, а значит никто ничего у меня не купит. Может, тебя заинтересует что-то из моих товаров? Покажи, что у тебя есть. Ну, у нас, собственно, нет нужды ни в чем. Разве что немножко пополнится. И пять перей Феникса. Готово. Здесь повсюду крестоносцы. Интересно, что им тут нужно? Добро пожаловать в магазин Оаки. Так, и здесь есть сохранение. А может быть, это как раз правильный проход? Может быть, нам нужно попробовать там еще прорваться, и нас там не должны пустить? Это, кстати, скорее всего так и есть. Нет, или... Нет, здесь все-таки тупик. О, это хорошо. Получен предмет эмблема Марса. Что это за эмблема такая? Так, это, видимо, что-то из снаряжения. Можно здесь отсортировать. И теперь отсортировать здесь. Смотрим. Ищем эмблему Марса. Хм, с нее здесь нет. А вот тут это ключевой предмет. Божественный символ в виде Марса. О, значит, для чего-то понадобится. Смотрите. Я нашел здесь еще перышко. А вместе с ним предмет Сфера Судьбы. Так. Выиском. Что он тут делает? Ну, там был еще сундук. Надо найти подход к нему в самом начале. Помните, если это не он? Сейчас вернемся, посмотрим. Ага. И вот еще перышко. Грозовой клинок. А также исследователь. Круто. Именно поэтому здесь надо двигаться на Чоково. Пешком бы мы эти вещи не подоставали. Так, давайте проверим тот сундук. Был ли он среди открытых. Да. Вот он. Открылся. Супер. Все понятно, что это за сундук. Это вот та дорога. Теперь все стало ясно. Так, теперь нам нужно посмотреть, какие монстры здесь. Потому что, может быть, будет какой-то новый монстр. И у него можно, например, умением Лансет выучить какой-то овердрайв для Кимаря. Ну, надо посмотреть, друзья. Оставим там Чокобо. Слезаем, слезаем. Слезаем, слезаем. Так, поговорим еще со всеми. Любое пожертвование для операции Мейхен очень ценится. Ну, сегодня вам повезло. Потому что вы на канале, где игры проходятся только на 100%. И мы можем пожертвовать 10 тысяч гилей. Спасибо за вашу щедрость. Вот, это для вас. Получен предмет Лунное кольцо. Что-то мне подсказывает, что это бесполезный предмет. Но посмотрим. Так, он должен быть в самом низу. Как-то вот так вот стаками листать. О, можно стаками листать. Супер. Сос-панцирь, сос-охрана. Я могу тебе еще дать тысячу и сотню, а ты мне еще что-то дашь. А если я еще десятку дам, еще дашь кольцо? Ну, смотрите, давайте... Огромное спасибо. Это для вас. Также ледяное копье. И... Исследователь. Ну, вот эти первые два, это точно предметы ни о чем. А вот лунное кольцо более-менее. Извините, но я пас. Сейчас я сохранюсь и попробую, можно ли еще такое одно кольцо у него таким образом здесь купить. Думаю, что можно. Два часа ночи, 19 минут. Мы проходим финалочку. Так. Спасибо за вашу генеральность. Да, можно так лунных колец этих здесь понабирать. Но, опять же, 10 тысяч это очень дорого. поэтому нам пока хватит одного. Единственный минус, который я сейчас должен отметить в этой Steam-версии, то, что нету кнопки выхода вот сюда, вот на этот экран. Ну, неужели было сложно ее сделать? Или хотя бы кнопку загрузить игру? Но нет, чтобы загрузиться, приходится постоянно, друзья, вот это, вылетать на рабочий стол. Так, тут задонатили, еще тут надо задонатить. Вы ведь призыватель, а это ваши защитники, так? Простите за неудобства. Расскажите мне об операции. Разве вы не знаете? Мы доставляем сюда отродье Сина со всей Спиры. И их присутствие обязательно привлечет Сина на место проведения операции. Так мы заманим его в приготовленную нами ловушку. Операция Мейхен это совместная миссия крестоносцев и Альбет. Мы заманиваем Сина в ловушку, и Альбхет его уничтожают. Дело в том, что Альбхет ненавидит Сина не меньше нашего. Им удалось привести древние машины в рабочее состояние. Говорят, что сила этих устройств сравнима с мощью Великих Айонов. Как вам известно, все машины запрещены его нам. Хотя, давайте лучше это не обсуждать. Все крестоносцы, занятые в операции, были отлучены от церкви. Моя собственная семья теперь даже не разговаривает со мной. Мы должны победить Сина сегодня. иначе нам некуда будет возвращаться. Мы должны победить Сина. А так же нет, чтобы нам идти. Если машины запрещены его нам, а вы с олицетворением греха будете бороться тем, что является грехом, то это как-то нелогично совсем и похоже ни к чему не приведет. К тому же Синон огромен. Я не думаю, что они смогут вот какую-то ловушку заманить. Он все переломает. Он сносит целые огромные города. Простите, я не могу вас пропустить. Так, но если не можем пропустить, тогда тогда мы пока пройдемся. Посражаемся. Хватит донейшн. Я тебе и так уже нормально донейшн дал. Ага, вот и ответ на наш вопрос. Дальше геймплей пошел, мы видим Сеймура. Что-то за уроды с ним. Итак, мы снова встретились, госпожа Юна. Да? Ты видишь в проблеме. Вы выглядите обеспокоенно. Могу я что-нибудь сделать? Ну. Он чем-то обижен с детства. Понятно. Мейстер Сеймур, позвольте проводить вас к командному центру. Постой. У меня есть просьба. Да, ваша следовая. Мне нужно, чтобы призывателя Юну и ее защитников отпустили в командный центр. Но... Но Мейстер Сеймур, господин... Не беспокойся. Всю ответственность я беру на себя. Очень хорошо, они могут пройти. Я все уладил. Спасибо, Юкрейс. Юна, пора идти. О, правильно. Конечно. Кто он, думаю, он и... Да что он на себе возомнил? Он Мейстер. Он Мейстер. Лучше смирись, а. Так. Но прежде чем двигаться далее, надо пойти посмотреть, кто тут у нас обитает из монстров. Если они здесь, конечно же, есть. Сейчас и проверим. Сходим в начале по этому пути. Не на чоку бы. Да. Есть. И... Новые монстры. Я вижу флана. Супер. Так. Тогда ты гей по... По-старому. Промахивайся. Надо скорее звать... Кемари сюда. Не на чоку б sweep. Р COM стаканом. А- Я не вижу никаких сложностей. плохо так ну ты по просто подожди так он на филе местами Пусть гасплодина урона расправится с этим бронированным созданием. Так, сюда можно позвать Лулу, я думаю она... Вот так. Да, отлично. Шикарно пробивает. Нельзя воспользоваться этим щековым, чтобы наверх подняться. Так, не меняется диалог. На этом экране, я так понял, сражений быть не может. Может. О, это серьезный пак. Пора делать слепоту. Иссушение поглощается у врага единицы жизни. Ну, давай-ка ослепляющий. Призык не нужен. Давайте посмотрим, насколько лечение 2 исцеляет. Аж на полторы тысячи. Отлично. Так, тут можно вас пригласить. Опыт получить. Да, вот так. Да, вот так. Коверил. Диу-ка. Просто да, я не знаю, что-то лечение. Диу-ка. Но, ты так не знаешь... Диу-ка... Поверен. Тут можно, прежде чем идти дальше, тоже попрокачиваться. Ну, хотя мы и так нормально прокаченные, если уж на чистоту, у нас отлично прокаченные персонажи. Так, Кемари сошел с ума. Махает там. 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 Бомбы надо звать Лулу. Ого, а вот Аурон впервые у меня убил бомбу с удара. Не зря мы ему влили эту силу дополнительно. Смотрите, даже ничего не говорить, если не на Чокобу, можно было хотя бы сделать тут, в принципе, диалоговое окно, что, хм, что за перо или хотя бы какую-то подсказку, но нет, ничего. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Садники Чокобо, отправляйтесь на место проведения операции Минихен. Сэр! Буду ходить вот пробегать. Будем пробегать. Приветствуем вас мейстер Сеймур. Влетки Вlow, осваяние крестоносцы, защитники Спиры. Верьте в избранный путь и пусть вера будет вашей силой. сегодня я сей мургладу стану свидетелем ваших подвигов вот что происходит с тем что мы поддерживать крестоносцев они используют механизмы альпхед это противоречит учениям и не конеченство выступает против учений они готовы искать ради общего блага пока я не знаю что он тоже это понимает айкин он еще не могу лишь догадываться а скамерсов проси его сам а и салин аурон какая честь интересно услышать что вы делали последние 10 лет нечего рассказывать понятно как защитника господин аурун очень ценен ваша светлость пожалуйста не нужно формальностей простите мы здесь его почему ваша светлостью лично здесь господин прошу говори как обычно а эта операция не противоречит учению его на вы не должны остановить это правда должен однако крестоносцы я действительно желают с перемира операция мейхен зародилась в результате обоюдного желания возможно это кощунство по отношению к его но их намерение чисты и я сеймургада но как мейстер его на а как житель спиры желаем удачи но используя машина то ведь плохо так притворить что не видела простите но мейстер не должен так говорить тогда сделай вид что ничего не слышал да вы шутите когда я в первый раз увидел сеймура он мне сразу не понравился но знаете сам то что он сказал в тот день заставила меня о многом задуматься храм его на джазе так это это будет у нас дальше на нашем пути не теряйте бдительности во время путешествия надеюсь это вам пригодится получен предмет эфир думаю и вон все же благословил нашу операцию ведь сам мейстер пожелал нам удачи кто знает вдруг мейстер сеймур призовет своего айона и будет сражаться на нашей стороне куда парень сквозанул соблюдайте особую осторожность в этом регионе в случае необходимости воспользуйтесь этим получен предмет зелья плюс его он все же не покинул нас и теперь мы будем сражаться с чистой совестью демоны просто наводнили эту местность я отправила своих людей в патруль о вернулся крестоносцы снабдили вас всем необходимым вот возьмите и вы получен предмет перо феникса в количестве двух штук мейстер сеймур лично пришел чтобы стать свидетелем нашей операции сегодня мы победим сина даже если придется пожертвовать своими жизнями мне нужно передать сообщение господина сеймура остальным бойцам это очень укрепит их боевой дух это те же монстры количество такой пак у нас уже был я думаю количество только увеличиваться и паки становиться только крупнее закономерно а Лу, какая же ты хорошая Я Виви любил в девятой финалке А здесь тебя люблю Можем ли мы вернуться? Возьмите, это должно вам пригодиться Получен предмет прочный браслет Мы оцепили эту местность на время проведения операции Гражданским доступ сюда запрещен Вака, атака Атака, Вака Ого, нормально отрыгнул Так, Ваку надо лечить Ваку 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 Стой, 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 стой. Кто знает, вдруг мейстер, да, Сеймур призовет своего Иона и будет сражаться на нашей стороне. Мы отсыпили эту местность на время проведения операции. Гражданским доступ запрещен. И ты тоже. Вот, возьми, постарайся не мешаться под ногами, ладно? Получен предмет лекарства. Мейстер Сеймур пригласил вас сюда. А вы хотите уйти? Да. Так, уйти сейчас нельзя. Но я еще не проверял вот там дорогу, на которой мы проходили по Чоково. В одно ответвление я ходил. А вот та дорога, которая непосредственно идет от магазинчика, где мы ночевали, и до заставы. Это надо будет проверить, если там новые монстры. Сохранение там есть. Ну а здесь там нужно добраться до ближайшего сохранения тогда. Как насчет антиогонь? Помогайте нас от огоньки! Возвращайте нас от огоньки! иммунитет юна да ты умничка, что я еще скажу простите, госпожа юна там, командный центр мейстер Сеймур рассчитывает на ваше присутствие там, госпожа понятно спасибо пройдите по этой дороге в командный центр здесь недалеко, остальные пути перекрыты на время операции, простите спасибо 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 мне нужно передать сообщение господина симура так это это не с тобой должен был поговорить а вот с тобой я всего лишь выполняю свою работу нет нет не сюда видимо я не очень понятно объяснил так сюда нас пока не пускают о добрый день я так и сумел пройти сюда мимо стража жаль у тебя ничего нового не появилась хотя пили феникса по 70 возьму на операции михен можно загработать целое состояние но для тебя у меня есть киски я ведь в долгу перед тобой да добро пожаловать в магазин уаки даже посреди этой куаки так ну что начнем что насчет водички как ты воду воспринимаешь вверхильно понял ну что еще раз походишь просто красавица так далее вот и сохранение вот и хорошо потому что в блицбол хотелось поиграть давайте друзья сохраните так хорошо и теперь хочется еще вам показать другие варианты ответов и соответственно самому их увидеть давайте это сделаем например когда мы проходили мы выбрали там расскажи нам про экспедицию этот раз не будем выбирать как только это не совсем то сейчас выбираю вот это нам нужно и тут можно опять бомбанутик с 4 вот вот эту дорогу я хочу еще проверить будут ли тут новые монстры не думаю что будут может быть вы вы тоже напишите в комментариях в случае это мы узнали так сейчас здесь да 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 оставим монстр в карете тоже напоминает очень сильно загнула которого на фестиваль охоты привезли помните в линдуме да не берите в голову спасибо за понимание да но после этого мы все-таки можем выбрать рассказ об операции если выбираем сразу рассказывать операции то потом этот вариант пропадает теперь давайте сейчас до момент посмотрим и и второй который нас интересует это отказать ему в помощи напарников дядьки на чокобу и а и ст я все а не самая юна в он а вот и к фулу в испансии Те методы, которые он применяет, то, что он сказал в Акке, сделай вид, что ты этого не видел, уже о многом говорит. Юна. Ох. Кто он? Он удивлен. О, если с ними не поговорить, смотрите. Они просто уходят. Вот тоже интересный момент. Так, у меня своих забот полно. Ну, да, можно просто тогда еще раз это выбирать. Все, это также посмотрели. Ну что ж, друзья, пошел проверю дорогу, и в следующей части мы с вами продолжим. Ох. Не стал бы я на месте Юны как-то полагаться на Сеймура. Ну, посмотрим, как будет развиваться сюжет и события в игре Final Fantasy X дальше. Пока. Хорошо. Пока. Пока. Продолжение следует...